Лира Ерейская Именем этой великой женщины О ней бы фильмы снимать, песни слагать, чтить по достоинству. Лето 2002 года было временем презентации одинцовских округов. Столица района готовилась к 45-летию. И каждый округ посвящал юбилею Одинцова свои программы. В Савинской слободе подготовили концерт прославленного хора русской песни. Коллективу на тот момент было более 90 лет. В колхозном хоре я пою с 65-го года вместе с Сашей Штылевым. Он комбайнер, а я работала на самосвале. Мы возили навоз, возили зерно и бежали после этой работы колхозной. Шли на хор, еще в носу кострика была, а мы все равно пели. Лира Александровна Ерейская, яркая, харизматичная, открытая, сразу обратила на себя внимание. В сельском хоре пел и ее супруг Андрей Михайлович. Они познакомились в родном городе Лиры, Ногинске, где Андрей проходил срочную службу. О себе рассказывали искренно, не дожидаясь вопросов. Очень хотела актрисой быть. Мечтала с детства. Я играла на пианино, садилась на стул, развертывала книгу. И дедушка всегда говорил, что это артистка растет. Ну, видимо, может, и сбылось бы, но война. Это в 41-м году мне было 10 лет, когда началась война. А дед от голода умер в 43-м году. Я, как говорится, безотцовщина. В то время, в 30-е годы, когда мама меня родила без отца, это было, как говорится, в умут головой ей бы. Но опять я хочу вспомнить своего деда, любимого своего деда Егора. Потому что именно он заставил мою маму Елизавету родить меня. Потому что отец мой, Александр, бросил ее. В общем, она осталась беременная. И когда задумалась, то ли рожать, то ли не рожать, а в то время, в 30-е годы, это было действительно подобно омуту. И назвала она меня, не совершенно не изображая, что она назвала меня музыкальным именем Лира. И когда она пришла из больницы, из роддома, и сказала отцу, деду моему, что она назвала девочкой, он говорит, ты знаешь, Лиза, как ты назвала девочку-то? Ты назвала ее музыкальным именем. И вот, как говорится, дается имя, чтобы его оправдать. Я надеюсь, что я его оправдаю. На хуторах близ Диканьки я родился. Очень нищенская жизнь была. Порой было даже не на Италии столком. Одеваюсь, я помню, с сестрой, я сам и меньший в семье. Сестра, она два года старше, шла в школу, одевала телогрейку и обувь какую-то. Она приходила, я одевал эту же обувь и шел в следующую смену. Профессии, профессии как таковой нету. И специальность. Вот единственное, что это я проработала шофером, тут я закончила курсы, и дошла я до шофера первого класса. Возила навоз, зерно, и с песнями возили. Вот Саша Шталев, он на комбайне работал. А я работала у него ночью. Такая романтика, это не то слово. Когда идешь, вот у меня где-то записано, что когда идешь утром на ток, чтобы заводить самосвал, выезжать в поле, ты идешь еще раз в сале, деревня сбит. И ты идешь, вот я говорю, я не помню этого стиха, говорила нам в памяти, дремлет чуткий камыш, тишь без людей вокруг, чуть приметно тропинка расистая, куст заденешь плечом, на лицо тебе вдруг, слезти в брызни троса серебристые. Приехали своей группой к нам в воинскую часть давать концерт. И когда я увидел, то в нее длинные косы, как у наших хохлушек. Вот, я с первого, как говорится, взгляда, вот, она бросилась мне в глаза. Он пошел меня провожать. Я тотчас ему сказала, что я была замужем, и у меня ребенок. Я еще не была разведенная. Вот, и потом правильно я сказала, поэтому я всегда удивляюсь, как это можно с вранья начинать жизнь. Поэтому, и думаю, а вдруг, он же в село ходит ко мне, бабки, как всегда, расскажут, спрашивают, ты к лирке ходишь? Да, его спрашивают потом, да. А ты знаешь, что она была замужем? Он говорит, знаю. А ты знаешь, что у нее ребенок? Как будто я могла ребенка этого спрятать. Вот, он говорит, знаю. И мне это было приятно и гордо за то, что он уже знал именно от меня, а не от каких-то бабок со скамейки. У меня единственное, она один раз и сразу спросила, вот, Андрюша, что ты взял девчонку с ребенком, женщину с ребенком? Ну, я ей ответил то, что, ну, полюбил, значит, взял. Ребенок для меня не пометит. Многие удивлялись, как Лира все успевает. Двое мальчишек, работа, уже стала профессиональным водителем, с самосвала перешла на автобус, потом заведовала сельским клубом. Но где бы ни работала Лира, она никогда не изменяла сцену. На весенней зале воздух свежий синий, Постаревший отец, Седину шевеля, Говорил у крыльца, Тихим коварем стринут, Провожая его первый раз на полях. Ее голос звучал в колонном зале Дома Союзов, на Кремлевской сцене. И даже в Чехословакии не зря называли ее Наша Зыкина. Как мне председатель говорил, приехала чешская делегация, Лира, до обеда ты навоз возишь, а после обеда я, значит, я маникюр, прическу и туда. И там, значит, из посольства, сам посол Чехословакии, не поверил, что я, я запела, не поверил, что я шофером работаю в колхозе. Он говорит, Лир, ты машину поведешь с мою? Я говорю, нет, а у него в Москве 4-й, еще горбатый такой был. Я говорю, я на самосвале, как дома, и вот я с маникюром, с прической. Меня привезли в гараж, гараж у нас был теплый, это была зима. Еще там в навозе этот самый, но в кабине у меня всегда чистый, я всегда с крашенными губами. Барретт на бекрень. И я выезжаю на этом самосвале, приезжаю к послу, к делегации, они все шары на лоб. Как это так? Тогда только поверила, что я действительно, я посадила его в кабину и прокатила до Каринского и обратно. Тогда они поверили. И еще, значит, в Чехословакии не верили, что я шофер, а когда на грубой машине, всегда вот здесь идут мозоли от руля, от большого, от груженной машины. И они, значит, не верили. Дали мне, значит, какой-то, дали мне запчасть, а я ей говорю, но это запчасть, говорю, не от нашей машины, но это бегунок, ротор называется, бегунок по-простому. Вот. И потом, когда нас повезли в Прагу, в ночной кабаре, взрослых только повезли, и обратно в 4 утра мы едем по Праге, а там Волга 21-я, еще на руле было переключение. Ну, кто знает это, кто помнит. И я по Праге вела эту Волгу. Лир, хочешь прокатиться? Ну, как это? В Праге я не хочу прокатиться. В 2002 году супруги Ерейска отмечали день рождения Лиры в телевизионном клубе «Музы и звезды». Прожили мы на сегодняшний, в этом году уже 49 лет. Через год у нас будет золотая свадьба. Поэтому просим, проглашаем заранее на свадьбу, на нашу золотую. И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного помелели. Отшумят и отпоют свое метель. Будет снова, будет снова звон капели. Золотая свадьба супругов Ерейска. Этому событию телекомпания ОТВ посвятила фильм «Любовью дорожить умейте». И было бы грешно не вспомнить, золотые кадры нашего архива. «Одна бровь миллион стоит. Торгуйтесь, Андрей Михайлович, платите, иди скупите. Так вам золото еще. для нам бумажные. Ну, надевали четверо и золотые. И бумажные, чтобы хрустели. Это нам маловато. Виноваты ли вы, что любовь? Виновата ли ли, что Андрюша ее слушал песню ее про любовь? Так вы что такое? Лена! Вы далеко собрались? Мы едем венчаться. На этой поляне мы каждый год чествуем день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Здесь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И тленье убежит. И буду славен я доколь в подлунном мире. Жив будет хоть один пик. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой. И мы сейчас в честь этого мы возлагаем цветы Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо, друг! Спасибо! Я в миру-то Лира, а так-то я крещеная Екатерина, потому что я крестилась в 18 лет. Тоже подвигло меня это крещение. Именно сама я пошла в 18 лет креститься. И у меня бабушка была Екатерина, и я ее взяла имя, но я считаю, что я Екатерина II. На моем скромном веку священческом это первое событие, когда людей на золотую свадьбу на 50 лет венчаем и благословляем их дальнейшее жительство. Чудные, замечательные люди с великим трепетом и благоговением молились. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Пойду, молода, погуляю Пойду, молода, пострадаю Роздайся, народ, и мне место По мне все поет, я невеста Роздайся, народ, и мне место По мне все поет, я невеста Теперь ловите, кто хочет прожить 50 лет Такое бывает только раз в жизни Как 18 лет молодому человеку или девушке Как серебряная свадьба Как золотая свадьба Это же один раз бывает Поэтому мы здесь, с братом И наши семьи, наши любимые, все здесь Андрей, что бы вы хотели позаимствовать От папы и от мамы? Какие качества? Стабильность от отца Надежность от отца Потому что он действительно очень надежный и стабильный человек Это действительно наши опоры и наш фундамент И кураж, артистичность, эмоциональность, обаяние Это от мамы Они оба добрые, особенно мама Трудную минуту всегда поддержит А отец всегда на пульсе удаст доброе мужское слово Вот, пожалуй, и все Жили в бараках, все удобства на улице Квартиру мы получили в 67-м году Двухкомнатную, куда мы пришли Двое детей, мама моя, мы вдвоем пятером В двухкомнатную Я целовала стены Мы пришли, разложили газету Разложили картошку в мундире Нарезали селедку, поставили бутылку И обмыли эту квартиру Новоселье справили Всех друзей пригласили Это было здорово Со слезами на глазах Со дня золотой свадьбы не прошло и года Как грянула беда Это случилось 30 сентября 2004 года Это так было внезапно Мы даже пришли сюда Отпели свои песни на репетиции И вечером полдесятого мы поужинали Легли спать И видно у нее оторвался тромб Я с ним разговаривала Он мне не отвечает Я повернулась, а он уже готов Это так было искрометно Ну и прощай никак Конечно, ревела На людях не ревела Может сказали, вот какая черт твоя Ну не могу я на людях орать И реветь Я плакала, когда никого не было Я плакала на кухне Раскладывала фотографии и плакала Не хватает мне его, конечно Опустел ножца Вас давно уж нет Я прошу одна Все измучно И невольные слезы катятся Принувядшим кустом На хризонте Отцвели Ух давно Хризонтемы Саду А любовь Все живет В моем сердце Моль Жить одной Невыносимо Поехала за духовной поддержкой В Ершова К Маше Владыкиной Она когда-то руководила Савинским хором Женщины дружили Их даже путали Почитатели Дуэт Ерейска-Владыкина Был самым популярным В Подмосковье Лира Александровна Восхищалась подругой Пляшет цыганочку Замечательно звучат Женские голоса Репертуар знакомый Песня Когда у нас была Инициативная группа Из самых сильных 5-6 человек И мы ездили по фермам По фермам Значит, допустим Сегодня у нас День Так и говорил Пятница у нас была День животновода Сегодня мы выезжаем С концертами на ферму И вот я, значит Сажусь За руль автобуса Все садятся в автобус И мы едем И вдруг, значит Мы приезжаем Этот Милицейский пост А я, чтобы не переодеваться Потому что мы приехали С одной фермы на другую Я в кокошнике Я в концертном плаве И за рулем И едем А милиционер пока Это самый посмотрел Палку поднял А я уже Приветик В этот день Руководство администрации Сельского поселения Иршовская Устроила Лире Александре Внеерейска Торжество Посвященное Ее Восьмидесятилетию Юбилярше Роскошный подарок Огромный телевизор Она входила В зал Под аплодисменты В любимом Концертном костюме А могла бы С наградами У нее три Государственных Медали Не раздевай Что в сказке Сделать Мирю Преодолей Простанство И простор Тебе даны Большие Руки Крылья И место Сердца Пламенный Морков Мы Дружно Тебя Поздравляем Здоровья Людей Тепла И все Тебе Рожжать Что жизнь Твоя Дальше Цена Ее Любимые Девчонки Подготовили Настоящий Мюзик В пролиру Даже не забыли О строгом Нраве Старосты Хоры Это просто Мира Александра Всем дает Разгон Нам дает Разгон Это Розошлась Не остановись Наша Одинцовская Связь Люди Сказали Коллективный Труд Всего Кора Но Работа Получилась Удачная Можно Поздравить Художников Из Торжественных Речей Особенно Запомнились Слова Александра Егорча Галкина И Валентина Степановна Щербакуб Ереська Лера Александровна Для меня В жизни Очень много Значит В ее лице Сохранилась Основа Русской Культуры На селе Которую Она Посвятила Всю свою Жизнь Потому что Несмотря Ни на что Изменения Вения В нашем Государстве На мой взгляд Культурные Ценности Народа Должны Сохраняться И вот Она До сих пор Является Носителем Сельской Культурной Традиции За это И низкий Поклон Я Вы знаете Счастлива Что я Живу Во время Вот Ее Современница Я очень Счастлива Что я Современница Александра Ереська У ног Женщины Эпохи Кружились Белоснежные Ангелочки Как будто Они прилетели Из далекой Галактики Где сверкает Звезда Названа Еще в 1990 Году Ее именем Лира Белоснежные Белоснежные Субтитры создавал DimaTorzok